Вот хочу очередное видео заснять, чтобы меня не обвинили в предвзятом отношении, что я такой античелябинец, не люблю свой город. Вот один из примеров замечательного отношения жителей к собственному двору. Вот это сделаю буквально этим летом, где кончается щебень, начинается асфальт. Хочется прям показать. Проблема только в том, что это конечно единичные исключения. То есть это не есть правило, это есть исключения. Таких примеров очень-очень мало. Получается, что мы видим. Поменяли они асфальт, пешеходная дорожка расширена, расширены парковочные места. Раньше тут был сплошной газон и я за то, что расширили, потому что планировки это старые там 70-х годов, когда вообще автомобилей практически не было во дворах. Вот покрасили цоколь, поставили новые лавки, то есть поработали капитально. Детские там радости обновили на площадке. Вот надписи всякие патриотические сделали. Газон, конечно, я бы сказал, больше испохабили, чем сделали красиво, ужасными мягкими игрушками. То есть по-хорошему можно делать, но это какая-то программа, насколько я слышал, там президентская, непрезидентская. Вот, ну понятно, что сразу у нас перила, естественно, с патриотическими надписями без этого нельзя. Это должно, конечно, сразу быть отражено, кто это делал, кому говорит спасибо. Вот. И, видимо, про выборы тоже тут, наверное, как-то упомянуто. Ну, вот так получается. Поэтому можно. Единственное, получается, ну, как проблема в том, что, по сути дела, это, как сказать, нужно приложить усилия. То есть нужно, насколько я знаю, тут собиралась какая-то там инициативная группа жильцов. Узнавали все там, кого-то нанимали и так далее, и так далее, и так далее. Слава Богу, мусорный калаб закончился. Сейчас мы уже видим нормальный вид тут. Вот. В принципе, так и должно быть. То есть что-то делается, что-то делается. Классно. Кстати, обратно можно пройти другим путем чуть-чуть. Ну, понятно. Газоны тут все такие, как, в принципе, везде. На этом не будем внимание акцентировать. Ну, и тут, в принципе, не знаю даже как. Терпимо вот, почему только ветки не убирают. Непонятно немножко. Ну, баба Валя у нас наша рассказала нам про эту программу. Как она проходила тут. Ну, то, что остальное мы видим. Ну, сделаем скидку на то, что осенью, конечно, с мусорки, с ветром сильным разлетается все. Это бывает. В целом, в целом более-менее дорожки тут такие-никакие асфальтовые ходить можно. Эту, правда, сделали не так давно. Ну, вот эта неухоженность, она тут постоянно всегда. Она и зимой, она и летом. Вот реально впечатление, что убирают тут только, только один раз в году в субботник. Здесь вообще территория, она такая странная немного. Это вот сейчас все уже подмерзло, температура минусовая. Вообще здесь в сырую погоду и летом в сырую, и зимой, когда слякать. Там чуть-чуть плюс, мокрый снег. Вот здесь вот это все место, это просто сплошная черная грязь. Тут проходить невозможно, приходится круг делать, там по дорожке обходить. Ну вот, в принципе, все. Получается, как я сказал, чтобы в предвзятом отношении меня не обвинили, заснял это видео. Каким может быть хорошим быть двор. Но для этого нужно приложить усилия. К сожалению, ты должен отвлечься от работы, ты должен отвлечься от своих дел, сам узнавать, сам вытаскивать откуда-то информацию, бегать, уточнять, чтобы вытянуть вот эти вот работы. Сами чиновники нам об этом в открытую не заявляют. У нас в открытую только заявляют и трубят во все рога, когда нужно заплатить налоги, когда нужно что-то где-то сдать, декларацию, прийти отработать, ходить донором и так далее и тому подобное. Вот видите, красота. А те блага, на которые мы можем претендовать, какие-то пособия, какие-то социальные программы, о них, как правило, ху, мал, чем ху. Это, я считаю, неправильно. А те блага,�, гриб, 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 гриб... Продолжение следует...